Тетушки против жителей элитного микрорайона. В Одессе коттеджный поселок восстал против обслуживающей компании, которая повысила тарифы на коммунальные услуги. Но в итоге вынужден драться с парнями спортивной наружности. Все подробности скандала у Андрея Анастасова. Поселок Савиньон под Одессой. 6 тысяч элитных коттеджей. Это несколько кооперативов. Обслуживает их управляющая компания Комунсервис. К ней у домовладельцев главные претензии. Сначала в два раза увеличились ежемесячные взносы за уборку территории. Потом в два с половиной раза подорожала вода. До 25 гривен за кубометр. Жители считают необоснованно. Вот у меня есть ответ Инфоксводоканала. Здесь написано, что воду Комунсервис получает по 5 гривен 40 копеек. А нам ее навязывают по 25. Как вы считаете, это нормально? Но настоящий шок люди пережили, когда узнали труба, по которой подается вода, и на которую в свое время сбрасывали с деньгами, им уже не принадлежит новый собственник. Все тот же Комунсервис. К этому якобы приложил руку председатель кооператива. Он подделал документы, которые ему позволили это сделать. И теперь мы оказались, вот как будто у нас нет коммуникаций. И мы теперь должны ходить просить эту воду, которую нам провели за наши же деньги. Люди говорят, поскольку местные власти бездействовали, решили сами проверить, куда уходят их деньги. Чтобы получить доступ к документам, понадобилось переизбрать правление кооперативов. Ведь они, по словам жителей, в сговоре с управляющей компанией. Люди решили управлять своими кооперативами сами. Выбирать адекватных людей в правление, в председатели и вести собственную хозяйственную деятельность. А вот ответ на это стали тетушки. Тетушки появились во время проведения общего собрания кооператива «Совиньон-2». Встречу для переизбрания руководства люди организовали прямо в доме одного из жильцов. Парни из спортивной наружности никого не пускали в здание и никого не выпускали. Возникла потасовка. Переизбрать правление все же удалось. Ударили нашего юриста, потом женщину. Я не ожидал вообще такого. Такого я в жизни не видел. За комментарием мы обратились в коммунсервис. В частности, к главному соучредителю компании Александру Сачкову. Хотели узнать, почему так растут тарифы. Но времени для интервью он не нашел. Занят совещанием, сейчас не готов. Зато в интернете охотно рассказывает, как важна роль его предприятия. На такой территории, которая занимает более 500 гектаров, извините, везде должен быть хозяин или управляющая компания, которая должна устанавливать какие-то понятные правила. Жители кооперативов, между тем, сообщают о поступающих угрозах и требуют, чтобы правоохранители вмешались в ситуацию, иначе грозят перекрывать междугородние трассы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...